Всем огромный привет! Я очень-очень рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас с вами будет влог. Сразу, как говорю, помните, я в прошлом видео показывала, что я покупала краску для волос, и вот я покрасилась. Вот такой цвет у меня получился. Это, наверное, на данный момент самый близкий к натуральному моему цвету, потому что я закрасила, у меня было мелкое эмилирование сделано, и теперь у меня ровный такой цвет, однородный, хороший получился. Я, на самом деле, сама удивилась, как это мне удалось так ровно покраситься, без всяких там проплешин, как обычно я это делала, потому что мне вот тупо не хватает терпения сзади красить. Ну и в этот раз я тоже, в принципе, так сделала, распределила ее по голове, а потом то, что там осталось у меня в мисочке, я просто нашлепала сзади и уже потом как бы распределяла. Вот цвет мне очень-очень понравился, краска обалденная, волосы после нее такие мягкие, гладкие, и бальзам там очень крутой был. Внутри я его тоже вот использовала, очень я довольна этой краской, вот. И вот целый месяц я болела очень сильно, выкладывала в Инстаграм, писала уже пост на эту тему, что я так никогда еще не болела, как заболела в этот раз. Просто вот последнее видео, которое я выкладывала, я уже там на последнем издыхании что-то рассказывала, а потом меня вообще на самом деле так скрутило. У меня на протяжении двух недель по ночам случались такие приступы кашля, аж до рвота. Я из комнаты просто выбегала, потому что, ну, это просто, я даже не могу описать словами, это ужасно. Вот, не знаю, что это за вирус такой был или что-то, потому что лев, от которого я заразилась, он три дня поболел, у него все прошло. Да, у него было два дня очень высокой температуры, но, видать, вот так вот иммунитет у него боролся и справился. Вот, я же температуру вообще не терплю, я сразу принимаю жиропонижающие таблетки, 37 для меня температура, 37,5, это вообще просто ад. Вот, видимо, поэтому я так долго и болела, потому что просто не давала своему иммунитету начать с этой заразой бороться. Может быть, если бы давала, то раньше бы выздоровела. Вот, ну, благо сейчас все более-менее нормально, но все равно я чувствую себя еще больной. Не чувствую, что я здорова. Вот такой вот какой-то долгий вирус. И сегодня во блоге расскажу вам, покажу некоторые покупки, которые у меня появились. А, ну, там, по мелочи. Вот, потом, что еще хотела? А, ну, расскажу пару новостей. У нас же был недавно праздник 9 мая. Вот, у нас в Эстонии есть бронзовый солдат Алеша. Очень-очень-очень красивый. Я более красивого. Блин, думала, это наша машина засигналила. В общем, и у нас есть бронзовый солдат, да, Алеша. Я более красивого памятника вообще никогда не встречала. Я вот вставлю фотографию. Я взяла ее из группы Фейсбука, когда там выкладывали, ну, каждый свои репортажи. Вот, там было очень-очень много цветов. Все было очень красиво. Все прошло хорошо. Я живу в другом городе. У меня тоже есть два памятника. Вот, один памятник у нас снесли, но сделали такую общую табличку. Там везде красиво, все, порядок. Вот, а за Алешу, кто не знает, у нас была и борьба здесь в Эстонии. Не помню точно в каком году, но я еще, ну, не помню, что у меня лет на 16 было, или 17. У нас так и называется «Бронзовая ночь». Вот, кто не знает, может об этом почитать. Были беспорядки на улице, разбивали магазины, витрины. Ну, короче, был полный ужас. И в итоге его все равно перенесли. Ну, я считаю, что вот сейчас он там стоит на своем месте, потому что там очень-очень красиво. И он просто весь был утоплен в цветах. И такой красоты я не видела ни в какой год. Ну, может быть, конечно, она была, просто не были такими качественными фотографиями, которые сейчас были. Это просто очень-очень красиво. Но не обошлось без инцидентов, конечно же. Это не на самом «Бронзовом солдате». Ну, не на самом было тогда, когда принесли туда цветы, потому что там все было цивилизовано. Нам нельзя, как это сказать, враждебную символику использовать. Ну, люди, которые хотят почтить память, они, конечно, следуют. Ну, потому что нет смысла, как вам сказать, нет смысла быть таким бунтарем, чтобы потом заплатить штраф 1200 евро. Потому что у нас с этим достаточно строго все. То есть, если вы используете враждебную символику, там перечислено, что нельзя использовать, а вы делаете это, ну, тогда попадаете на штраф, в общем, 1200 евро. Вот. И кто-то у нас, женщина одна принесла букет, вот, шла с букетом, точнее, и там были три цвета. И один из них, правда, был то ли сиреневый, то ли фиолетовый. Ну, в общем, штраф 1200 евро, по-моему, ей выписали. У нас даже видео это ходило, и в ТикТоке оно есть. И также одна девушка задержали ее. Она была одета в красное пальто, да, красное пальто, у нее, по-моему, были белые штаны и синие кроссовки. Как-то так. И к ней два полицейских тоже в связи с этим прицепились. Но один парень, ну, как бы, на самом деле это полный бред, потому что такие цвета есть и у флага Франции. Ну, вообще, много где. И Томми Хильфигер, у него тоже подобные цвета. И, ну, бред это, понимаете, бред. Если вот надо к чему-то прицепиться, найдут. Вот, я не знаю, чем закончилась история, но, по-моему, полицейские там отстали, потому что парень за нее там вступился. Ну, в общем, история такая, я думаю, что многие видели, потому что это по всему ТикТок уходит. А ТикТок, наверное, сейчас есть просто у всех. Вот. Ну, о таких задержаниях я не слышала, чтобы прямо что-то серьезное такое было. Вот, но сказали, по-моему, 43 дела вроде каких-то административных заведено. И дальше вот информацию я как бы не знаю, если будет потом что-то известно, тоже расскажу. А так все, в общем-то, прошло без всяких провокаций. Все, кто хотел, почтили память, возложили цветы к бронзовому солдату и, ну, на другие места, в другие места. Да, вот, и также у нас здесь, в моем небольшом городе тоже все прошло хорошо. Вот, и что еще у нас тут интересно происходит? Я, на самом деле, мне реально нужно куда-то писать список, когда я сажусь снимать видео, потому что всю информацию, которую я хочу вам рассказать, я потом напрочь просто забываю во время видео. Из-за того, что я много отвлекаюсь и в своей голове прокручиваю так, что я хотела сказать. И пока я думаю, я забываю уже какие-то свои другие мысли. В следующий раз буду писать список, в котором буду точно смотреть, о чем я вам хочу рассказать. Видите, сегодня, и запоминайте, сегодня в последний раз вы видите вот этот темно-зеленый цвет. На самом деле, не думаю вообще, что я это скажу, но он мне реально уже как бы поднадоел. Вот, и хочется чего-то более светлого, но точно не белое. Краску мы уже купили, наши колористы в моей деревеньке, ну, в маленьком городе намешали, хотя мы думали, что не получится у них этот цвет, который нужен, потому что это очень часто. Вот, вот, единственные цвета, которые они классно намешали, это вот этот зеленый. И знаете какой? Сейчас покажу, какой примерно цвет будет. Да, блин, я уже второй раз потыкаюсь. И вот, смотрите, такой цвет в итоге будет. Это фисташковый цвет. И да, здесь немножко непонятно, потому что, во-первых, тут освещение не то, во-вторых, здесь только один слой, он будет чуть-чуть темнее, но цвет будет такой. Покажу, как я, ну, вообще этот цвет я нашла у Чикурила, и покажу, как выглядит он у них в интерьере. Там, конечно, профессиональные фотографии, все намного красивее, чем здесь мы попробовали этот квадрат. Ну, в общем, вот так было до, и потом покажу после. Так, ну что, буду показывать вам результат. Короче, сказать, что я в восторге, это просто ничего не сказать. Я сейчас покажу, какой цвет получился. Не буду все показывать, потому что у меня здесь куча коробок, которые нужно будет выбросить. В общем, всего тут у меня навалом. Нужно еще порядок наводить, потому что мы сразу, видите, за все беремся. И ванную стали делать. Не знаю, буду ли я ванную показывать в этом видео, или покажу уже в следующем, потому что, чтобы не затягивать видео, но результат того, как мы покрасили стенку из темно-зеленого, и вот какой цвет сейчас получился. Я всегда просто мечтала, чтобы у меня комната, ну, в которой я сижу, крашусь там, снимаю видео, допустим, знаете, вот чтобы она была такая, вся в природных таких оттенках, чтобы были зеленые, бордовые цвета, все такие приглушенные. И, в общем-то, в целом я считаю, что результат просто превзошел вообще все мои ожидания, потому что я не думала, что цвет сразу с двух слоев так отлично перекроет темно-темно-зеленый цвет и не исказит вот этот оттенок, который мы хотели получить. Но, в общем-то, так и случилось. Он все перекрыл, точнее, этого не случилось, все случилось так, что он все перекрыл. И, как вы видите, цвет получился абсолютно чистый, он полностью матовый, потому что тот зеленый у нас был, знаете, с такой примесью, ну, его было практически не видно, вот этого глянца, но он все равно присутствовал. Я глянец просто ненавижу. А вот этот цвет полностью матовый, называется он Арктическая Ива, и это Тикурила. Мне кажется, лучше красок, чем Тикурила, ну, по крайней мере, для нас, вот сколько мы уже переделали ремонтов, лучше Тикурила краски мы не нашли. Вот качество у него просто превосходное. Вообще, почему мы решили покрасить все, это я купила две вот такие наволочки в магазине Пепка, там 5, по-моему, евро и 6 евро, если я правильно помню стоимость их. И я такая ехала, всю дорогу на них смотрела, и думаю, блин, так мне хочется перекрасить вот эту темную стенку во что-нибудь более такое светлое, но точно, чтобы это был не белый цвет. И вот я стала искать, искать, и нашла вот у Тикурила, эту Арктическую Иву. Вот, так что теперь я просто, ну, я думаю, что годика полтора-два точно с этим цветом я буду. Не хочу никакой перекрашивать, потому что он меня полностью устраивает. Более темные цвета я не хочу, более светлые тоже. По мне, так это вот идеальный вариант. Я очень-очень довольна. Потом, когда уже все до конца сделаем, расставим, полки вот решила, да, повесить на эту пока стенку. Вот, ну, и так удобно, я когда видео снимаю, сзади будет как раз видно. Там еще порядок мне надо вот навести. Сейчас еще одна коробка, но здесь у меня, кстати говоря, посылка. Я заказывала тоже из магазина Sensai. Постельное белье. Одно мы уже постелили нам на кровать, и вот здесь вот осталось еще... А, это, кстати, не Sensai, это я Леве заказывала. Он так сильно вот этими ботинками, помните, я Чико показывала, где там, типа, написано, что они воздушные, легкие, как он натер себе ногу. Вот, уже давно мы ни на чем, но не ездим, типа, ну, как бы, колясок. Это уже сто лет, конечно, ему четыре с половиной года. Вот, но сегодня пришлось в бассейн ехать на велике, потому что, ну, он ходить не может. Просто стер пятку в кровь. Мне пришлось заказать вот новые такие ботиночки. Вот от такой фирмы, как у меня кроссовки. Вот такие вот. Хорошенькие такие. Мне понравились. Ну, белый, конечно. Но что теперь, если это мальчик, который роется там в земле, играет в машинки, нагружает всю эту грязь, туда-сюда лазит, на горке катается, на качелях катается, на лазинках лазит. Что же ему теперь белую обувь не покупать? Пусть ходит. И вот взяла я несколько комплектов постельного белья. Там была 30-ти процентная скидка. Я ждала ее, вы не представляете как, потому что я хотела... У нас постельное белье... Ну, уже некоторая пора ему в мусорное ведро. Вот. И заказала я вот такие комплекты. Это Левина кровать. Вот такое вот постельное белье. Не стала еще его туда... Короче, не стала, в общем, еще надевать его, потому что хотела показать. Дальше взяла вот такое. Вот еще ему тоже постельное белье. Это просто в обычную полоску. Дальше взяла такой вот комплект. Это если я засыпаю там, у Левы в комнате. У меня там вот эта часть, она вот... Как раз там у меня одеяло 160. Взяла вот такое вот тоже очень-очень красивое. Вообще потрясающее. Просто мне его безумно понравилось. Ну, и взяла ему, как всегда, что я там беру? Беру носки. Хотя я в Пепко ему опять тоже пять пар купила носков, но носки это он сделал такое, знаете. Вот. Эта футболка у меня тоже с мембершоп я брала на лето. Видите, опять размер L взяла. Вот. Легкая такая футболка. Под юбку как раз подойдет, юбку-шорты, которые я показывала. И вот тоже Леве трусики взяла еще. Ну, в общем-то, да, все. Это был, по-моему, весь мой заказ. Еще ванну я там брала, короче, деревянную такую подставку. Вот. Сейчас я ее покажу. Так. И вот она бамбуковая подставка. Вот она из акации сделана. Я взяла ее, чтобы свечки, наверное, сюда поставить или мыла. Не знаю еще, не решила, что есть у меня такие красивые баночки. Ну, типа того, знаете. Вот, чтобы они красиво здесь на месте стояли. Полку одну мы сюда приделали. Но я хочу отдельное, ну, не отдельное, а в другом видео показать уже, потому что и так у меня видео долгое получается. И здесь вот мой фен висит. Наконец-то я нашла ему место. Вот. Так что... И вот это, помните, я на Алиэкспресс заказывала вот эту подставку для фена. Вот, в принципе, я ее использовала. Зато она у меня уже очень долго лежала. Бесхозная, поэтому... Так что... Вот. Хотела вам рассказать про одну классную вещь, которая у меня появилась. Это вот такая подушка от марки Blue Sleep. Мне ее прислали на обзор. Когда мне написали, я с огромным удовольствием сказала, что я возьму на обзор подушку, потому что очень давно хотела себе на замену своей старой подушки, которая у меня есть, и на которой я не могу нормально спать, особенно если засыпаю у льва в комнате, где просто ужасная кровать. То есть у него часть его кровати хорошая, а та, которая выдвигается снизу, она, ну, знаете, честно говоря, даже не знаю, с чем сравнить. Очень жесткая, очень неудобная. И так часто бывает, когда я его укладываю, я тоже засыпаю вместе с ним там внизу, и только вот потом ночью, если проснусь, перейду, а если нет, получается, я всю ночь сплю там, и потом стою как робот. У меня вообще очень большие проблемы после того, как я его родила со спиной. У меня два года было защемление нерва, потом у меня была проблема с шеей, потом у меня была проблема с рукой, которая остается до сих пор. Это онемение, особенно если я неправильно посплю, у меня потом целый день рука, просто я ее не чувствую, и я никак не могу повернуть шею. Моя подушка называется подушка Blue Sleep Mix. Есть еще разные вариации, но я взяла вот именно эту попробовать. Знаете, что мне понравилось? Это то, что она прекрасно держит форму, и то есть не получается так, что я сплю, когда моя голова провалилась в мою обычную подушку, и плечо у меня становится выше. Посмотрите, видите, если на нее нажать, она очень быстро возвращается обратно в ту форму, в которой она и должна быть. Очень удобно, что она принимает форму вашего тела, то есть вы не лежите ни слишком низко, ни слишком высоко, а вы лежите ровно на том уровне, как удобно вашей спине, вашему позвоночнику. И эта подушка мне пришла три недели назад, она очень долго у меня лежала в упаковке, то есть вот две недели я стала использовать ее. Кстати, она приходит в такой удобной упаковке, я даже не подумала, что когда я разверну ее, она будет такая большая. Я хочу отметить, что ткань у нее с эвкалиптовым волокном, также есть немаловажная терморегуляция, как у них есть доставка по всему миру. А вы знаете, что в Эстонии вы тоже можете заказать при помощи курьер. Состав подушки внутри это современное микроволокно лебяжий пух, и вот сам чехол сделан на 50% из эвкалиптового волокна и 50% это хлопок. И также напоминаю, что блуз лип это не только подушки, но также и одеяло, и постельное белье, в общем все товары, которые нужны для сна. Обязательно проходите, если вас заинтересовало, я снизу оставлю ссылку. Также, если вдруг вы решите что-то купить, то для вас будет действовать скидка 10% в течение 24 часов. Промокод я тоже обязательно оставлю снизу в инфобоксе. И эта скидка 10% суммируется с другими скидками, вот кроме там каких-то комплектов. Но я думаю, что если вы будете смотреть на сайте, там уже будет все понятно при покупке. Так что обязательно пользуйтесь скидкой. Всегда приятно, когда есть возможность сохранить какую-то сумму денег. Так что если у вас вдруг остались какие-то вопросы по поводу подушки, то вы как всегда можете мне писать их в комментариях, можете мне писать в мою группу Телеграм-канала. Там можно тоже, девочки мне очень часто задают какие-то вопросы по поводу косметики и покупок, и одежды. И также Инстаграм, Директ. В общем, все соцсети, которые у меня есть, они для вас доступны. Я им нигде, ничего не закрыто. Вы всегда можете мне там написать. Так, сейчас, короче, с ящика все буду перекладывать вот сюда в коробку, потому что надо в шкафе освободить для того, чтобы их демонтировать. Представляю, сколько сегодня работы предстоит. Вообще, много очень. А, кстати, не показывала еще вот такую классную штуку, которую я купила. Ну, это я про косметику потом поподробнее расскажу. Сейчас уже не буду на этом заострять внимание. Блин, мне столько всего сделать надо, целого дня не хватит. Так что, ладно, буду делать и потихоньку, ну, постепенно буду включать камеру и рассказывать и показывать процесс. Так, показываю вам, как сейчас тут на данный момент у меня. Вот, Женя пошел за дрелью, потому что нужно будет кое-где присверлить, шкаф может померить, просто отлично он сюда вписался, прям как вот мы и хотели. Вот. И ванная у меня такая небольшая, вот она совмещенная, но у нас огромная, просто огромнейшая душевая кабина. Вы не представляете, каких она размеров, блин, как это, как это называется, как ракета космическая. Вот, но мы ее не меняем, потому что у нее глубокий поддон и удобно ребенку купаться там. Вот, и потом обязательно покажу, как будет после. Вот, пока только до. Вот, ну, главное, все убрали, помыли здесь, надо будет потом еще здесь пол пропылесосить, все намыть. Вот так вот, пока так.